Друзья мои, опять всем привет! Пролетело, летели как из пушки. И снова у нас на свободном пространстве интернета. Программа СМАК. А в гостях у меня сегодня, вы будете смеяться, Ксения Собчак. Вот она. А что смеяться-то сразу? Радоваться? Значит, я сразу могу сказать. Я как-то видел твою детскую фотографию. Ты там такая, по-моему, в барретной пачке сидишь на кресле, так ноги задрав на ручке, вот с таким лицом. Что-то мне говорит, что вот этот человек к плите вряд ли подходит, понимаешь? Это правда. С того времени мало что изменилось, поэтому я как-то вынуждена сразу расстроить твоих телезрителей. Нет, ничего подобного. Потому что готовить я не очень умею, скажу честно. Главное, тебе это не очень нравится, да? Мне нравится, да. Ты знаешь, вот я, кстати, даже читала какое-то большое психологическое исследование, что люди, у которых развиты определенные функции, одни, они не любят делать там что-то другого. Ну, условно. Ну, естественно, универсально. Не связанные. То есть, например, человек, который любит, например, пить, редко любит делать мелкую работу руками. Ну, надо вязать. Да. Вот у меня что-то надо выяснить, с чем это связано, но вот как-то вот еду готовить. Обходилось без этого? Дома мужик готовит? Дома, честно скажу, готовит женщина, которая помогает по дому, вот, готовит вкусно. Да, но я вообще дома редко ем, мало, поэтому я, в принципе, стараюсь с ним много. Вот, и это еще лишний стимул как бы и не есть. Понятно. Творожок из пакетика, йогурт, утро. Бананчик, я сейчас видел. Хорошо, будем делать мастер-класс. Да. Ты же не вегетарианец. Вообще нет, ни разу. Вот, давай сделаем простой, классический, английский стейк с луком. Класс. А его съесть потом можно, потому что один голодный пришел. Нет, это бутафория. Конечно, конечно, смотри. Мы для этого возьмем вырезку. Понимаешь, что такое вырезка, да? Это та часть коровы, которая, во-первых, лишена жира, и, во-вторых, это мышца, которая никогда не подвергается нагрузке, она идет вдоль позвоночника. Поэтому это всегда заведомо мягкое мясо. Вот с ним не ошибешься ни разу. Что нам потребуется? Нам потребуется лук. Англичане любят это дело с луком. Можешь мне пока всякие рассказывать истории из жизни. Я на тебе встрою. Ну, у меня была подготовка, гениальная история, значит, что значит, что я училась в те времена в школах, когда о феминизме еще мало кто слышал. Значит, оказалось, что каждая, значит, уважающая себя девочка, ухаживая за мальчиком и пытаясь ему понравиться, она должна уметь готовить. Уметь что-то делать, да? Уметь готовить обязательно. Будущая жена как? Будущая жена. Конечно. Вот, значит, и у меня какая-то там любовь, мне 16 лет, и, значит, он говорит, я обожаю вот какое-то такое вот блюдо-шарлотку. А я знать не знаю, что такое шарлотка вообще, даже мне это название ни о чем не говорит. Я думаю, ну, окей, надо же как-то удивлять парня, понимаешь, феминизм еще у меня не ударил мне в голову. Я прихожу, говорю, бабушка, надо приготовить шарлот, деваться некуда. Значит, ну, все, в означенный день, надо же еще, чтобы она теплая была, там, суть пирога, что он теплый. Так, и мальчику подать еще, да? Подать, конечно. А мальчик пришел не вовремя, а чуть раньше, и бабушка не успела уйти. И я заставила бедную бабушку сидеть в шкафу, потому что сдать бабушку то, что она готовила, не было невозможно. Поэтому бабушка у меня как любовник буквально сидела в шкафу и ждала, пока я, значит, вынесу шарлотку с кухни, чтобы вот он видел, что на кухне была я одна. Это чудесно. Вот, с тех пор ничего не изменилось, но благодаря своему любимому Андрею Макаревичу я теперь смогу... Так, мы делаем для тебя стейк. Смотри, мы берем сковородку. Желательно взять сковородку чугунную, толстую. Вот, я говорю. Он будет работать когда-нибудь. А что вы пользуетесь, кстати, вот такой вот... Прости, вот... А не электрической, гораздо же удобнее. Нет, электрической вообще не годится. Почему? Удобнее всего, это когда газ и спичку поднят. Нет, воню, все время от этого. Сейчас тебе объясню. Подождите, почему все любят вот этого? Пищу. Пищу готовят на огне. Почему? Я когда... Ну, потому что человечество всегда готовило пищу на огне. Ну, человечество развивалось же от огня. Да, но не в лучшую сторону. Я когда вижу огонь, я понимаю, когда он большой, когда он маленький. Понимаешь, да? Я его регулирую. Черная вот эта перда... А там есть от одного до девяти. Это циферки. А что они означают? Я не понимаю, насколько это горячо. И ты это не доделал, но бах, ты это пережарил. Нет, плов-то никогда не сделает. Ну, и воняет, и воняет газом, и страшно, вдруг возгорает. Слушай, мы столько нюхаем всякого дерьма, что газ – это слезы. Вашу не обобщать. Я уже не нюхаю. Включите меня его, пожалуйста. Вот, так вот, смотрите, это доказательство моей правоты. Нет, просто я, у меня не лады с электроникой. Я человек старой закалки. Вот видите, вы человек с одной стороны. С не ладами с электроникой, а по-прежнему. Вы садомазохист, Андрей. Продолжаешь, все равно этим пользоваться. Сейчас специально обученный человек зажжет. Сейчас электрическое бы уже раз-раз, уже на пятерочку бы поставили. Да мясо бы не получилось нормальное, понимаешь? Ну, не вышло бы. Да, но мамонта жарили на углях. Не было у них этих электрических моментов уже. Раньше айфона у нас не было. Все. Вот мы разогреваем сковородку. Мы берем сливочное масло. Мне неудобно, давайте я вам в чем-нибудь помогу, а то я здесь какая-то… Я не халявщик, а партнер. Нет. Я все. Я понимаю, что я не халявщик, но мне тепло от твоего присутствия. Понимаешь? Я обречен какой-то дополнительной ответственности все-таки. Мне сейчас тоже… Кормить девушек. Ну да, обделаться нельзя. Она даже бабушки в шкафу нет. А ты, кстати, любил вот девушек пригласить еще до твоей сиборитной семейной жизни и вот чем-то поразить? Ты знаешь, что я их не поражал вот жрачкой, но приходило все время, конечно, какую-то закушку-то готовить, конечно. Ну, а не было такого, что сейчас вот я так тебе мясо приготовлю. Однажды было. Однажды было. Я очень хотел и понравиться. А был какой-то праздник, типа масленица, что-то такое. В общем, у меня видео еще появилось. Я позвал девушку на видео и приготовил блинчики с медом, изюмом и маком. Сказать тебе, это страшное снотворное. Да ладно. Особенно мак в большом количестве. Там основной стоящей был мак. Я свернул такие блинчики, они вкусненькие. И она села, смотрит там какую-то мужчину и женщину, значит, один блинчик съела и смотрит. А я съел один блинчик, второй, третий. На четвертом я понял, что никакие мои сексуальные чувства, где совладают желанием спать. И я заснул, сидя на диване днем, проснулся, когда она уже ушла. Как время показало, слава богу, что так получилось. Но вот это было чудовище. Я не знала, я думала, подожди, а я обожаю есть на десерт маковый торт. То есть это косну будет клоничь. Вот бывают такие рулеты, когда, знаешь, мак больше, чем кеша. Да, вот это я обожаю. Мак снотворная соль. Ничего себе, я буду знать. И так, смотри, маленький секрет. Во-первых, мясо должно быть сухим. Есть ты гигиенист, ты его помыла. Но надо обязательно промокнуть полотенцем или бумажной салфеткой, иначе она будет вареная. Дальше. Мы берем крупную соль. Так делают аргентинцы. Да, вот это я тоже люблю, а дома только такой пельс. И давай черный перец он. Вот так вот, давай, ну, вот, щедро вот это все сейчас сделаем. Сверху-то? Да. Сколько? Не бойся, потому что он нейтрализуется в процессе пожарки. Вот этот филе миньон, он должен быть медиум реф. Да, вот я согласна. И здесь очень важно стоять у него над душой. Вот правильный огонь. Вот сейчас много, видишь, надо чуть-чуть снять. Потому что чуть-чуть мы перегрели масло. Ничего страшного. Оно сейчас подостынет. А как-то ты понял, что мы перегрели масло? Подымал, я вижу. Потому что вот оно желтеет. Но это хорошо, потому что нам сначала нужна корочка. С этой стороны положим соль. Пусть она туда сейчас впаяется прямо, потому что мясо начнет плакать. Что начнет мясо делать? Плакать. Плакать мясо? Сок выдавать, конечно. Капельки такие пойдут. Пошел профессиональный жаргон. А когда ты поняли, что тебе нравится готовить? У меня отдыхает голова. Вот на рыбалке, скажем. И вот тут где? Вот это еще одна вещь, которую я ненавижу, кстати. Это рыбалка. Это вообще не могу понять. Нет, ну как бы не заставляли, но несколько раз вот друзьям там. Это вообще городской человек. Ты природу не очень любишь. Очень люблю. Да? Но я люблю что-то вот. Вот, кстати. Вот это что же, какие все люди разные. Я обожаю, например, долго куда-то идти. Поход, три часа, пешку. Вот это я обожаю. Понятно. Я люблю любой спорт, который длинный. Вот для меня медитация там. А рассвет над озером беззучный. Прекратно. Но без комаров и без удочек. Вот меня именно вот сам, что тебе надо что-то ждать. Удочки-то чем мешают? А тебя ждать? Вот это ждать я не могу. Вот это большая ошибка. Как ты ждешь? Кстати, рыбалка никогда не ждет. Нет. Он все время действует. Потому что если в течение 30 секунд у тебя не клюет, ты что-то неправильно сделал. Или ты доник забросила не туда. Или ты ничем прикормила. Или у тебя... В общем, что-то надо менять. Понимаешь? Поэтому ты все время находишься в тихом, постоянном поиске. И потом, когда ты находишь это дело, это адреналин колоссально. В общем, со стороны ты видишь, что это такое томительное ожидание. Это ошибочное. Ошибочное. Ошибочное впечатление. Где моя любимая лопаточка? Моя любимая черненькая лопаточка. А дома готовишь сам? Ну, когда гости приходят, конечно, а самому себя готовить глупо. Что если будут готовить? Яйцо сварить? Ну, да. Вот параллельно мы делаем следующее. Это пусть она жарится. Здесь у нас будет лук. А это лук, да? Да. Его может еще порезать? Нет. Вот так, такими кольцами? Мука и сахар. Ты как-то вот это соблюдаешь? Все новые веяния? Глютен, неглютен? Я ужасно веселюсь, когда, знаешь, раз в 6-7 лет медики кардинально минуют точку зрения, меняются. А, оказывается, помидоры были полезны, а мы думали, что они вредны. А вредны-то апельсины, на самом деле. Теперь выяснилось, что никакой калории нет. А я и раньше говорил, кто ее видел? Ты видел хоть одну калорию? Я никогда. Поэтому это была выдумка, чудовищная выдумка. Империалистов. И сахар. Сахар для мяса или для лука? Нет, для лука. Китайцы, между прочим, для мяса используют, они для всего используют сахар. И они и так уж не правы. Это называется карамелизация. Сахар, он немножко расплавится. Сделает лук сладковатым. У тебя хорошо получается. Да. Вот эту фотографию можно в твой инстаграм. Вполне. Понимаешь, да? Абсолютно. Нет, ну вот в этом что-то, когда уже все готово, это потрогать приятно. Когда все за тебя уже сделали, я понимаю. Конечно, когда вот такой толщины бывает хелеминьон, его можно довести в духовочке. Понимаешь, да? Но... Ну, мне кажется, здесь уже хора хорошо. Абсолютно. Мне тоже хорошо. Что будет отлично. Вот, я тебе дай-ка все. Ну, вам под выпуском напишут сейчас же новое веяние, новый тренд. Напишут, что не жалеете коров, что вы вообще живодер, что мы с вами едим животных, проявляем жестокость. На свете столько мудаков, понимаешь? Я с этим смирился. Я никогда не забуду. Я с бывшей женой в Сицилии нас повел наш гид, дед, который ужасно гордился тем, что в седьмом колене сицилиец, это не итальянец, ни в коем случае другой, он нас повел в рыбный ресторан, где он с семьей по воскресеньям обедает. И там на льду лежала живая рыба. И бывшая жена моя стала по-женскому, ой, рыбку жалко, она шевелится. Потому что он ей очень серьезно сказал, он сказал, сеньора, Господь создал рыбу для того, чтобы мы ее ловили и ели. И закончил разговор на этом, понимаешь? Все, гарниры ему всякие, презирают. Все такие люксы. Да, я тоже не люблю. Я вот считаю, что вот так и все. Гарниры – это изобретение советского человечества. Вот, смотри, как оно будет. Я бы предложил по бокалу какого-нибудь простого, легкого красного вина. Ну, сразу понятно, что у нас не романтический с тобой обед, а дружеский. Это ты сейчас так расставляешь точки такие? Нет, я просто вижу, что столько лука, что понятно, что целоваться сегодня никто не будет. Во-первых, когда два человека ели, да хоть керосин они пели, вот я же, чтобы вдвоем, понимаешь? То-то чеснок и лук, возможно. Во-вторых, от этого лука уже никакого запаха не будет, ибо он жареный. А, ну окей. Ну что, я первое буду пробовать. Я красненького предложу, а ты попробуй. А что, я женщина пьющая, поэтому… Прекрасно, прожарка идеальная. Не знаю, вы прямо на глаз, а вот идеальная. Слушай, давно живу. Годится? Мог бы открыть маленький ресторанчик такой у дороги, у Макара. Я удивляюсь, что до сих пор не открыла. Знаешь, сиреве мешает всякая ерунда. То машина времени, то еще что-то. Отвлекает данную глупость. Слушай, это очень вкусно, мягко. Я вот… Слушай, надо вот своей женщине потом я программу выложат. Я очень рад. Давно просмотр. Это реально очень вкусно. Вино, в этом случае, я рекомендую самое простое. Шатулла тур под мясо как-то неуместен, знаешь. Что-то легкое и простое должно быть. Что-то чилийское. Я вообще люблю кинзмараули, поэтому я не то, что так вот разбираюсь. Я только что был в Лозаннской долине. И мы там такие пили новые вина грузинские. Это просто можно сойти с ума. Они так двинулись вперед. А я читала, кстати, твою книгу с Гарбером про правильный алкоголь. Да-да-да. Очень смешно было написано. Мне очень понравилось. Дорогая Ксюша. Да. Я вот очень рад, например, что ты нашла время среди своего напряженного графика пойти ко мне в гости. Мне по-человечески приятно. Спасибо, что ты меня пригласил. Для меня это большая честь. Все поняли. Ты знаешь, как я люблю. Да. Я вот не люблю, когда то, что я называю, простите, замат, но вы запикаете, если что, сложно выебанное блюдо. Вот когда 8 слоев чего-то в кляре, там еще такой соус. Молекулярная кухня. Я это все ненавижу. Я считаю, что это ничего круче, чем когда просто хорошие продукты правильно приготовлены. Вот видишь, нас с тобой много общего. Я тоже терпеть не могу все эти выкрутаси, отмороженная клубника, в устрице. Еще и группу «Машина времени» люблю. А из современной музыки, кстати. Андрей, вот ты слушаешь что-нибудь? Я же плохо знаю, честно тебе скажу. Потому что человечество наделало такое количество великой музыки, что успеть бы одну десятую часть переслушать. А новые тебе не всегда гарантируют качество. А время ты уже потратишь. Вот я слушаю то, что... Вот точно совершенно хорошо. Я знаю заранее. Начиная там с 20-х годов, прокончая 50-х. Но это что? Это джаз традиционный, вокальный джаз. Сейчас я вдруг себя закачал сейчас вот биг-бита такого предбетловского, конец 50-х, начало 60-х годов, где-то 500 команд. Я слушаю, и я не понимаю, это какой-то загадочный кайф. Они корявые, они играть не умеют. В этом какой-то есть абсолютно примитив. Все на одних и тех же трех аккорах. Но в этом такой кайф нечеловеческий, такая энергия. Я этой энергией сейчас не очень слышу, к сожалению. Вы же какой-нибудь там фараон, оксимерон, вот это все в теме? Не мое. Или не знаешь? Не мое. Нет, имя слышу, но не мое. Но что, не твое ты знаешь или ты просто не знаешь? Ну, рэф русский. Уволь. Я американский, ты не очень люблю, понимаешь? Русский. Ну, я не знаю, я можно? Можно доем-то по-любому? Совсем не знать, что это плохо. Масса людей от этого тащатся. Ну, да вам Бог здоровья, ребят. Наверное, это хорошо, наверное. Просто не мое. Певица Лобода, например, вот нравится? Не слышал. Ну, ладно. Ну, честно. Ну, честно. Вообще. Да, я на вашем том слышу. Это человек реально на кухне сидит последний. Берега, как выражаетесь. Мои глаза. Вот это все. Вот это все. У нее фигуры невероятные. Вы что, это прямо? Видели мы фигуры. Нет, такой не видели. Андрюш, такой даже я. Я вообще... Лобода у меня висит на холодильнике. Каждый раз, когда я хочу пожрать что-то вот такое, чего не надо, ты не понимаешь, какое тело у человека. Да. Я могу показать, хочешь? Так там надо на фигуру смотреть. Да. И поет при этом. Ну, так, мелодично. Но фигура зашибись. То есть, я не знаю, сколько человек в день проводят в спортзале. Ну, реальность вся. Ну, во-первых, это гены. Это не всегда спортзал, слушай. Знаешь, я знаю людей, которые... Хочу, я покажу прямо, я не знаю. Покажу. Это прямо очень зашибись. Так, 136 миллионов просмотров, между прочим. Много. Ну, я где-нибудь. Много. Вот, вещь у нее какая фигура. Ну? Ну, послушай, у нее замечательная фигура. Ну, это танцор, у нее все прямо... Знаешь, я когда слышу строчку, когда он начинает сосок в твои глаза, мне даже не хочется. Честно, пусть Лобода не обижается. Правда, но... Мне кажется, что все про твои глаза, уже все спето. Не могут же все строчки начинаться там, понимаешь? Должны. Вот тебе монеточка, нравится? Да. Ну, мне кажется, у нее прямо реально классные стихи иногда. А я не могу разобрать текст. А ты слышишься славу, когда она поедет? Ну, понимаешь, что я буду бомжевать возле трасс. Там какой-то еще... Подожди, как же там это что-то... Блин. Там очень сложное построение. Да. Это я заметил. Ну, подскажите, как-то... Да. Если бы мне... Вдумайтесь. Если бы мне платили каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы бомжевала возле трасс, я была бы самой бедной из людей. А, да. Эту строчку, кстати, я разобрал. А вот ты когда слушаешь ее, ты делаешь усилие, чтобы разобрать слова? Делаю. Так может быть, вообще сейчас такое время, когда надо делать усилие над собой? Вот эти вот скидки. Знаешь, сынок, время было такое. А что же вы перевешивали? Да время такое было. Ну, слушай, с другой стороны... Я очень хотел, я начал слушать. И мне как только приходится вот тужиться, чтобы понять слова, я начинаю обламываться. Может, я глухой. Ты ворчу, Андрюш. Нет. Хорошо. А кто нравится? Гречка или кто? Гречку я не слышал совсем. Мне нравится Underwood. Обожаю. Ну, это уже тоже... Подожди. Такое, это наша молодость. Тебе не кажется, что вообще возраст – это не критерий качества? Не, ну не критерий, но я все время думаю, когда мне что-то не нравится. Я думаю, просто я уже тоже немножко такой бабушка, уже отживший ветеран. Сейчас молодое поколение нужно с ними... Не по 17 нам, я понимаю. Да, нужно как бы соприкасаться с ними. Понимаешь? А почему нужно? Не терять ощущение времени. Ощущение времени состоит из массы разных вещей. Вот это я сегодня мясо пожарил, это тоже ощущение времени. Не обязательно слушать гречку для этого. Это вкусно, это правда. Ну вот. Ну вот. Но не Black Star бургер. Нет. Понимаешь? Нет. Слушай, это очень вкусно, я понимаю, что неприлично, но я съем все. И правильно. Это есть уважение к повару. Да, это прям повар у меня сегодня видный, редкий и правда очень-очень круто. Ой, а я на радость их один на выпил. Так, значит, лобода, говоришь. Да, лобода. Твои глаза все-таки вот. Потом, что еще с Кухляна? Л-Джей. Хаски. Знаешь? Это рэп. Да. Потом что? Фейс. Не знаешь? Нет, слушай. Ну ладно. Я буду записывать за тобой. Там что-то там такая жесть, Андрей, я даже не могу. Там, конечно, это не лица стерты. Понимаешь, краски. Очень хорошо, что какая-то жизнь идет. Это восхитительно. Потому что ничего не стоит на месте. Хорошо. А вот рэп-баттлы. Ты же смотрел наверняка? Оксимирон против Гнойного. Минут пять. Слушай, поэзия в стихах. Хотя бы это Есенин. Во-первых. Понимаешь, на литературном речке. Поэзии я бы это не назвал. Понимаешь, когда смысл поэзии заключается в том, чтобы обосрать друг друга. Ну, красиво же баска. Да и некрасиво. В том-то и дело. Но ни стихом-то толком не владею. Вот в чем дело еще, понимаешь? Я не чувствую этого кайфа. Если бы его там не было вообще, я бы никто не смотрел. Это смотрит большое количество людей. Значит, какой-то кайф там точно есть. Просто он проходит мимо моих струн. Я от этого не выберусь. Я не вижу в этом трагедии. Слушай, а было же, наверное, такое вот я всегда думал. Потому что в моей карьере такие люди точно были. Вот чтобы были какие-то музыканты или какая-то группа, с которой ты в свое время, ну не то что конкурировал, но ты думал, какие, блин, офигенные перцы. Почему не я эту песню спел? Почему не я это придумал? А потом как-то ты остался, а они вообще... Ну, понимаешь, исчезли или по каким-то вот... Жизнь же уже долгая прожита. Вот можешь такое вспомнить? У тебя было ощущение, что что-то будет очень крутое. Если завидовали то другому, что вот у них аппарат крутой, понимаешь? А он у нас не такой мощный. Или что вот гитарист играет с такой скоростью, что в начале 70-х скорость ассоциировалась с качеством исключительно. Если человек играет быстро, ну, значит, все, просто вот уже. Мало того, считалось, что если он один к этому вот снял Джимми Хендрикса, так он прямо и есть Джимми Хендрикс. Все, вот он может ехать в Америку, и вот так же сейчас будут записывать и снимать, потому что он играет как Хендрик. Никто не понимал, что второй никому не нужен, их сотни понимали. Вот, это такое было. Ну, быстро пришло. Ну, с кем как-то? Ну, я не помню. Сейчас Дюжиков играл в скифах. Он очень технично гитарист. Но тогда мне казалось, что это, ну, просто что-то невозможно. Стасик Намин там, и он его смотрел, как он это делает? Черт, понимаешь? Была такая лесенка, по которой шли. Каждый день какие-то были открытия, разочарования. Это было очень смешно все. Ну, а кто вот сейчас остался? Вот, знаете, как у Тарковского в дневнике, его куда-то пригласили, он сказал, туда пригласили меня, Бергмана и Антониони. Я все понимаю, но только при чем здесь Бергман? Ну, вот из этой серии. Представь, что вот, не знаю, какой-то мега-концерт, и вот три группы. Машина времени, ну, или исполнители. Ну, я не стал бы себя включать в мега-концерт. Нет, даже тебя уже включили. Но у тебя есть шанс, чтобы рядом была не монеточка и гречка, а вот кого бы ты хотел. Это представляешь себе, если мы будем играть на одной сцене с Rolling Stones. Мы обострелимся жидким калом, понимаешь? Ну, зачем? Хорошо, из русских. Кто это был? Из русских мы со всеми переиграли. И я тебе хочу сказать... И с кем вот прямо это... Ну, был кайф. С черифами был кайф. Со всеми был кайф. Мы когда в Казани делали это сотворение мира, ну, к нам все приезжали. Ну, вот с кем ты чувствуешь, что вот вы равны по таланту, по гимналисту? Ну, слава богу, что мы ни с кем не равны. Слушай, равны только посредственности. Все остальные, все хорошие, они все разные. Какой линейкой мерить? Ну, талантом. А ты талант чем меряется? Ну, смотри, хорошо, но есть какой-то ряд. Вот там Макаревич и БГ, это люди одного ряда. А Макаревич и Лобода, ну, это просто очень разно. Вопрос эстетики, да, вопрос направления музыкального, да. Но я все равно нас с Борькой сравнивать глупо. И с Шевчуком там нас сравнивать глупо. Все разные. Слава тебе, господи. Ну, хорошо. Кто-то концерт из трех. Вот. И у тебя есть этот выбор. Я все равно это воспринимаю. Представь себе. Это как театральный фестиваль. И вот в день фестиваля идут три спектакля. Они все равно каждый сами по себе. Рядом с машиной времени. Какие бы ты хотела, чтобы шли спектакли? Вот лично ты, твой личный выбор. Ундервуд точно. Борька БГ точно. Чай, с удовольствием. Они народ, вот настоящая народная команда. Да, вот я как-то. Все их так любят. А ты знаешь, я тебе могу сказать. А я вот что-то... Вот я тебе скажу. Маргулис, Женька тогда очень точно сказал. Проходил фестиваль на Базарной площади в Казани. 250 тысяч человек. Вот последние там не видны. И очень хорошие группы выходят. И их энергетика не добивает до середины. Громкость у всех одинаковая. Не в громкости дело. Они что-то делают? А смотрят их первые 15 рядов. А выходят чайфы. И он два слова сказал, он поднял руку и все внимание на него. Это большой дар. Это правда. Электричество такое. Я ко всем отлично отношусь. И богу. Они все чудесные. За искусство. За искусство. Заболтались мы тут с вами, господа. Давай мы их выключим к чертой матери. А сами уже будем разговаривать сколько угодно. Сколько можно заниматься гипиционизмом. Согласен. Согласен. До свидания. Спасибо, что пришли с нами. Спасибо. Спасибо. Ну что, по-моему, очень мило. И вкусно, и прекрасно, и мило. Какой прекрасный день. Рецепт запомню. Да, но тут вот очень важно, я тебе могу сказать, что совсем не факт, что ты будешь повторять мои движения, и так получится. Я если и на гитаре начну играть, или ваши песни в карабочке тоже не получится. Я много раз наблюдал. Вот все тот же сам делай. Ну да, круто. Ну хорошо. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое. Я знаю, что я теперь скоро к тебе приду. Я тебя, да, буду очень ждать. Все.